Тайны происхождения золота саков раскрывают в Восточном Казахстане. К очередной археологической сенсации приблизились ученые при раскопках 6-метрового кургана Елики-Сазы. У его основания обнаружили 830 золотых украшений, датируемых 5-4 веком до н.э. и необходимые для их изготовления детали. В историю окунулся Вячеслав Фитлогин. В долине Елики-Сазы у подножия самого внушительного по размерам кургана археологи откопали настоящую сенсацию. Заваленный каменистым грунтом схрон, а в нем золотые подвески и набор погребальных украшений. Именно камни сберегли драгоценности от грабителей и сохранили их практически в первозданном виде. Курган был полностью разграблен. Мы нашли эти вещи у подножия кургана. Большинство форм, они уникальны. При детальном изучении мы получим очень оригинальные суждения не только по сюжетам, но и по технологии, технике изготовления этих вещей. Как закалялось золото и технологию его литья поможет раскрыть еще одна уникальная находка. На территории могильника исследователям удалось обнаружить мастерскую образца 5-4 веков до нашей эры. Печи и свыше 50 заготовок для производства золотых украшений. 830 извлеченных из кургана Еликесазы золотых украшений – это лишь малая часть развернутых на востоке Казахстана исследовательских работ. За последние 4 года в регионе обнаружили свыше 20 тысяч подобных древних артефактов. Их музеификация еще продолжается. Ученым еще только предстоит изучить поистине ювелирную технологию изготовления золотых изделий. В настоящее время еще идут реставрационные работы. Мы уверены, что все артефакты получат международную известность. Мы презентуем их на казахстанских и международных экспозициях. С 2014 года археологические памятники региона, курганы и места раскопок посетили больше 5 тысяч иностранных туристов. Исследователи добиваются включения древних памятников региона в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вячеслав Фитлугин и Жигер Бабаканов. Восточно-Казахстанская область. Хабар-24.